Друзья, здравия! Как обычно, у нас теперь бодрое доброе утро. Наполняемся любовью, гармонией и счастьем. Исцеляемся во благо для себя и для других. В этом состоянии дарим любовь, счастье и радость жизни. В этом гармоничном состоянии происходят самые важные, добрые, радостные вещи, наполненные счастьем. Поэтому в последние дни стала доброй традицией встречать рассвет. Солнышко встает, такое сегодня оно красное. Не знаю, насколько это передает изображение, но очень здорово. Магия утра заключается в том, чтобы наполняться теплом, солнечной энергией, любовью. Знаете, бывает, я заметил по практике, что очень важно практику продолжать. Потому что бывает один день, два дня я начал, а потом просто прекращаешь, потому что надоедает, как-то становится неинтересно, скучно или состояние как-то меняется. Ну и, соответственно, чем, как скажем, закончил и все, и потом дальше не продолжаешь. Так в любой практике. Будь какая-то физическая, духовная практика. То есть очень важно справляться со своим состоянием, потому что бывает состояние ухудшается, бывает очень плохо становится, а потом проходишь через это и вновь становится хорошо. Вот, поэтому так вот в любой практике, допустим, вот я занимаюсь гимнастикой ходу, да, то есть бывает там хочется делать, бывает меньше хочется, но потом выходишь на воздух, там искупнулся в море и начинаешь делать, и это все происходит как бы как само собой. И то же самое касается, допустим, духовной практики, процессинга, аудитинга. Когда касаешься каких-то там внутренних вещей, которые болезненные, может быть неприятные, и рассматриваешь их, да, то есть тогда становится легче. А поначалу довольно сложно, когда смотришь на что-то. Поэтому давайте, возможно, поговорим о том, что нам не всегда хочется на что-то смотреть и о принятии, потому что бывает мы что-то принимаем, а что-то не принимаем. И когда мы не принимаем, это с нашей жизнью остается. Оно как бы напоминает нам о том, что мы не хотим этого видеть. Это может быть человек, ситуация, какое-то событие. И как бы мы, ну скажем, хотим это из своей жизни вытолкнуть, избавиться, да. То есть вот вчера как раз я общался тоже с девушкой, она говорила о непринятии мужчин, к примеру. То есть что происходит, да, бывает один раз там кто-то обидел человека, да, или несколько раз, и все. И мы начинаем, ну скажем так, как-то это исторгать из своей жизни, хотим забыть это. Вот там даже, ну бывает, общаемся с людьми, нам говорят, забудь, типа не думай об этом. И что происходит, да, то есть мы это все равно не забываем. Оно где-то на уровне подсознания остается в виде записи в уме. И вот пока мы эту запись, собственно, в уме не удалили, то есть это как вирус воздействует на нас. И делает таким образом, что мы, ну как бы, постоянно вниманием возвращаемся к этому. Вот, и получается, в этом как бы состоянии мы не можем быть в настоящем времени. То есть чем больше мы в настоящем времени, тем больше это и есть счастье, настоящий момент, сей части. Вот, и в этом состоянии сей части, то есть мы действуем во благо для себя, для других людей. И чем больше у нас этого состояния, тем лучше для нас, тем лучше для пространства в целом. Вот, видите, можно быть на природе, наблюдать за солнышком, то есть делать гимнастику, там купаться в море. То есть, ну, и наша жизнь состоит из вот этих прекрасных моментов, когда мы, ну как бы, наблюдаем что-то, да, то есть находимся в настоящем моменте. Вот, почему вот я назвал проект Академия Счастья, да, то есть мне понравилось название в том плане, это не даже, ну, как некоторые спрашивают, там, да, там, обучение счастья. Это, да, можно назвать обучением, но это скорее процесс возвращения изначального состояния вот этого счастья. То есть потому что у каждого оно присутствует, вот, но бывает мы его теряем, да, по каким-то причинам. То есть причина, по которой мы теряем счастье, это вот как раз вот эти наши записи в уме, которые уводят нас, да, то есть в йоге и в учениях индийских называли самскара, да, то есть какие-то вот такие картинки, омрачающие сознание. Вот, а сознание является цельным, да, то есть почему я говорю о цельности сознания? Потому что в цельности это как раз есть вот эта неразграниченность, да, то есть присутствие в настоящем моменте. И настоящий момент это вот, ну, как, знаете, как говорят, все, что у нас есть. Вот, потому что прошлое и будущее – это как раз состояние нашего ума. Даже момент настоящего – это, ну, скажем так, в какой-то степени состояние ума, да, то есть в каком состоянии мы к нему подходим, такой он получается. Вот, и вы наверняка замечали, что когда хорошее состояние, все как-то складывается как само собой. Когда состояние, ну, не очень хорошее, то начинают появляться какие-то, как, знаете, препятствия, да, то есть, ну, препятствия – это же не то, чтобы внешний мир, это да, это ум сам создает себе препятствия. Вот, и поэтому очень важным моментом являются эти препятствия, скажем так, ну, справляться с ними, да, и убирать их в своем уме, то есть убирать эти противонамерения, так называемые, которые мешают вам. И вот, избавляясь от этих противонамерений, вы становитесь более цельным. И в этом помогает как раз вот практика процессинга, то есть мы смотрим, как были созданы эти противонамерения в вашем уме, и справляемся с ними. То есть справляемся – это не означает забываем или выкидываем, мы находим, как вы создали проблему в своей жизни, вот, ну, и, соответственно, эту проблему вы сами и рассоздаёте. То есть вот такой путь духовного роста. И, что очень важно, это можно делать, ну, довольно быстро, то есть на это не требуются там какие-то, ну, огромные, скажем так, усилия или годы проработки, как это было раньше, там, в йоге, да, в других учениях. Сейчас это можно делать гораздо быстрее. То есть мы за одну сессию можем проработать какую-то ситуацию, которая долгое время волнует вас. Самое главное – это ваше намерение, ваше желание, вот. Ну, и способность соприкасаться со своим умом. В этом я обучаю, то есть помогаю научиться этому. Я уже сам в этой практике около 20 лет, и, соответственно, эта практика помогла мне самому улучшить состояние, да, то есть я продолжаю ей заниматься, продолжаю делать сессии и самостоятельно, и с другими людьми. И самое главное еще, что это можно делать онлайн, да, то есть мы можем делать это, взманиваясь по телефону, в Вайбере, в Скайпе, то есть любыми удобными способами для того, чтобы исцелиться и помочь каждому человеку, кто желает этого, улучшить состояние. Поэтому, если вам нужна какая-то проработка, помощь, пишите в Вайбере или в личном сообщении, или в любой другой соцсети, как вам удобнее. Созвонимся, пообщаемся, 5-10 минут я отвечу на ваши вопросы, проведу консультацию, расскажу подробнее, ну и договоримся о сессии, чтобы проработать ваше состояние. Я всем желаю счастья, друзья, и гармонии. Я уверен, что каждый из нас заслуживает того, чтобы быть счастливым. И если видео понравилось, то ставьте «нравится», подписывайтесь на канал, добавляйтесь в друзья в соцсетях, читайте книги, все в описании. Вот, почитайте обязательно. Я уверен, что вы получите не только от видео, но и от описания, много полезной и важной информации. Если, конечно, хотите, поделитесь видео с вашими друзьями в соцсетях. Я уверен, тоже они будут рады получить новую информацию. Вот, ну и, конечно же, делитесь счастьем, наполняйтесь любовью, потому что в состоянии счастья вы сможете делать гораздо больше, гораздо эффективней и во благо для себя, для других. Вот это вот ту идею, которую я несу по жизни. Как бы сложно ни было, какие бы, ну не знаю, переживания не возникали у вас, будьте целостным существом и не ведитесь на какие-то там ложные данные, провокации, да, потому что этого всего очень много. И вы полноценное существо, которое может создавать любые, любые, самые любые ситуации для того, чтобы справляться с ними. И очень важным моментом является доверие себе и Вселенной. Это то, что зачастую нам не хватает. Даже мне бывает этого не хватает. И вот, когда вы в хорошем состоянии, это доверие возникает. У вас как бы возникает вот этот процесс такой, знаете, вот как канал с Высшим Я, как канал совести. Вот о нем я очень часто говорю. И вы как начинаете, вот есть такая практика, еще вчера мы ее применяли. Это практика, скажем так, дыхания через макушку, через верхний канал, который соединяет вас с Вселенной, с Абсолютом, с Источником. И вот таким образом вы можете соединиться с Источником и создать и урегулировать любое состояние. Вот эту практику, ну как бы, можно применять в любой момент, в любой ситуации. И также, соединяясь с Источником, вы можете, ну скажем так, запостулировать, манифестировать, создать любое состояние. И это будет, оно будет исполняться гораздо эффективнее. То есть вот таким образом. Поэтому будьте соединены с Источником и чувствуйте, что важно сделать именно в данный момент. И делайте это. И тогда у вас будет гармоничное состояние, вы будете двигаться по своему пути. Вот. Поэтому, друзья, всем счастья, гармонии, наполняйтесь любовью. И дарите эту любовь себе и другим людям во благо и всего наилучшего. Увидимся совсем скоро в следующем видео. Меня зовут Шевченко Александр, это канал Академия Счастья. Смотрите видео, подписывайтесь и наполняйтесь любовью. До скорой встречи.